Сегодня третья лекция Павла Александровича Менакера, и тема очень интересная, тема Сибири, Дальний Восток. Начнем будем работать в том же формате, в 40-50-м презентации, 10-минут перерыв и вопросы-ответы. Хорошо? Еще раз всем здравствуйте. То, Дальний Восток. Здравствуйте. Ну вот, я уже показывал эту карту, но теперь я ее показываю для того, чтобы осознать, что собой вот эта территория, Дальний Восток России, представляет во всей российской территории. Это самый большой федеральный округ. Я уже в прошлый раз рассказывал о принципах, которыми пользовались при выделении федеральных округов. Центр этого федерального округа – это город Хабаровск. Именно потому, что город Хабаровск, который расположен прямо вот здесь, вот в этом месте, практически на границе с Китаем. До границы с Китаем 35 километров. А учитывая, что в середине 2000-х годов остров, который находится прямо на море, в черте Хабаровска, это большой миссурийский остров, который принадлежал России, он был по соглашению Путина с Дзяндзимином тогда разделен пополам. Часть острова осталась у России, а часть острова оказалась у Китая. Так вот, если иметь в виду этот остров, то расстояние от Хабаровска до границы с Китаем – это небольшой руках реки. Это примерно 2 километра. Там находится столица федерального округа. Ну, вообще эта территория, не вся эта территория, конечно, вот этого федерального округа, потому что северная ее часть, примерно вот так, весь север, он был в России приобретен еще в 17 веке. А вот эта небольшая сравнительно южная часть, вот Приморья все, вот эта вот еврейская область, юг Амурской области и долина Амура в Хабаровском границе, вот эта вот полоса, она отошла к России по договору с Китаем только в 19-м веке. То есть Россия владеет этими землями полностью, вот этой вот, желтой сферой, желтым пространством, только полтора века, где-то 160-170 лет. И за эти 160-170 лет, вот я насчитал, во всяком случае, 10 крупных таких правительственных и царских документов, касающихся того, как же развивать этот дальний разум, что с ним делать. Конечно, эти документы появились сразу после того, как Россия получила вот эти южные территории. Пока в составе России был только Север, была только Якутия, Охотск, Камчатка. Никто особенно не занимался тем, как их развивать, потому что для России достаточно было ими обладать, и собирать там пушнину, в основном пушнину, и иметь связь через эти территории с Аляской и Калифорнией, которые северная часть Калифорнии и Аляской, когда тоже входили в состав, ну, фактически входили в состав Российской империи. И это интересно, кстати, калифорнийские владения России тогда использовались как сельскохозяйственная база, база для производства зерна в основном, для снабжения вот этих северных территорий Дальнего Востока. Это было очень дорого, очень тяжело. Была создана специальная в России такая русско-американская компания, вот по принципу англичан, которые так руководили Индией. И вот эта русско-американская компания, она, значит, занималась американскими владениями России. Но потом, как известно, Россия освободилась от этих владений, было очень далеко, и нужны были деньги, и вообще война была. Россия продала эти земли, и вместо этого сосредоточилась вот на южной части Дальнего Востока. И вот с этих пор Россия заботилась, как удержать эти земли, и в особенности, как выстраивать свои взаимоотношения с южными соседями, в основном с Китаем, ну и Британией, и Францией, которая тоже в Китае тогда присутствовала, и были большие споры с Россией. Вот эти 10 документов. Началось все с программы, знаменитой программы ВИТЭ, это бывший министр финансов в царствовании Николая II, и Столыпина, они так немножко соперничали, но совместно занимались этим. Столыпин был премьер-министром перед Первой мировой войной, до 1912-го, по-моему, года, был премьер-министром, пока его не убили террористы. Вот в скобочках здесь написано суть всех этих программ. Самая первая программа, это было что? Это строительство железной дороги и переселение, заселение вот этих южных территорий. Заселение было не просто так, чтобы там жили люди. Решалось сразу две задачи. Во-первых, Столыпин проводил аграрную реформу, реформу сельского хозяйства в Европейской России. И появилось очень много крестьян, у которых не было земли. А здесь, в долине Амура и в Приморском крае, были свободные земли. Поэтому они давали свободные земли, льготы, оплачивали переезд, чтобы они не бедствовали в Европейской России. Они переезжали, государство поддерживало их переезд на Дальний Восток. Одновременно решалась задача заселения русскими этих земель, потому что в начале 20 века на всем Дальнем Востоке, на всей этой огромной территории проживало где-то примерно миллион двести тысяч человек. Из них 500 тысяч человек на юге были китайцы. То есть это была до сих пор китайская территория. И кабинет Николая Второго был очень озабочен этим. Генерал-губернатор Корф из Хабаровска писал царю специальные письма, что это недопустимо, надо предпринимать меры, чтобы вытеснить китайцев. И вот это была одна из таких мер. После революции, когда большевикам было не до Дальнего Востока, они сказали так, у нас денег нет, чтобы развивать Дальний Восток. А на Дальнем Востоке в это время была создана отдельная республика, отдельное правительство. Вот вы сами какие деньги заработаете, такие деньги вы тратьте на свое развитие. Как зарабатывали? Двумя способами. Во-первых, разрешили природные ресурсы отдавать иностранцам в концессию. Во-вторых, разрешили свободно торговать с Японией, с Китаем. И вот за счет внешней торговли за период с 1922 года по 1929 год, за 8 лет, примерно 35, а даже 40 процентов всех средств, которые получил Дальний Восток тогда, были получены как доход от внешней торговли. Торговали простыми вещами. Лес, рыба, пушнина, уголь. Больше ничего не было. Ну и уже в советское время была очень знаменитая программа, которая собственно создала современную на 90-й год, то, что было на Дальнем Востоке, промышленность. Это программа Блюхера. Блюхер, это был командующий вооруженными силами России на Дальнем Востоке. И он убедил принять программу создания военной промышленности на Дальнем Востоке, которой там не было. Потому что ждали войну с Японией. И к ней очень сильно готовились. Для этого нужно было, чтобы был крепкий тыл, чтобы были вооружения, был ремонт вооружений. И тогда, вот по этой программе, до 1942 года, на Дальнем Востоке, появились, а появились они вот здесь, они появились на Амуре. Вот здесь протекает Амур, вот сюда. Вот здесь появился совершенно новый город в средней части Амура, Комсомольск. Это военный город. Там были только военные заводы. Подводные лодки, ну тогда не было, не строили ни подводные лодки, тогда строили крейсеры, сейчас строят подводные лодки. Суда военные, самолеты военные, артиллерийское вооружение, боеприпасы. И там был построен, ну, не очень большой, но все-таки важный металлургический завод. Черная металлургия. Сталь. Сталь для судостроения. То есть, листы стальные. В Хабаровске и в Приморском крае тогда много чего понастроили в самом Хабаровске, вот здесь, на юге Приморья. Это все была военная промышленность. И все это возникло до 1942 года. А потом, когда закончилась война, появилась еще одна программа, и теперь уже не из-за ожидания войны с Кунией, а из-за того, что готовились к войне с Китаем. В 1967 году, с 1967 по начало 70-х годов, это была специальная программа правительства по развитию военной промышленности. Тогда около Комсомольска появилось очень много дополнительных заводов. Построили город Амурск, это рядом с Комсомольском, новые военные заводы, построили завод по производству вертолетов, построили крупные верфи по строительству подводных лодок. Это была военная промышленность. И в 1974 году, наверное, вы слышали про такой бам, да, Валькало-Амурская магистраль. Это была знаменитая программа Брежнева, тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС. Всем это подавалось как необходимость построить дорогу, чтобы выходить в Тихий океан, чтобы развивать экономику, новые ресурсы вовлекать. На самом деле, это была, как говорят военные, ракадная железная дорога. Для того, чтобы... Потому что Транссиб, вот та дорога, которую строил Витте еще в начале 20 века, вот этот Транссиб, он проходил вдоль границы. Вот здесь вот шел Транссиб. Вот так. И военные считали, что если будет конфликт с Китаем, то разрушат Транссиб, перележут Транссиб, и нельзя будет воевать. И тогда они попросили построить вот такую дорогу. Вот отсюда, вот по северу. И вот сюда, чтобы она была далеко от границы с Китаем. И эту дорогу строили 5 лет. Ее построили, в конце концов. Это была вот такая программа. Ну, а новейшая программа, чуть-чуть позже, мы посмотрим. Что же собой, на самом деле, вот сейчас, в 2012 году, экономика Дальнего Востока представляет? Что это вообще за экономика такая, Дальний Восток? Вот здесь, в этой таблице, основные такие индикаторы, характеризующие Дальнего Востока как территорию, как экономику и как место жизни, они все представлены. Причем они показаны в сравнении с Сибирью. Вот этот вот столбик, это Сибирский федеральный округ. Это Большая Сибирь. Вот если сравнить, сложить эти две цифры, то мы получим весь Восток России. Все, что дает Восток России. Это основная территория, это маленькое население. И это, вот если смотреть по доле в этих показателях, какую эти территории занимает Российская Федерация, вы видите, в территории, значит, вместе они дают 66% всей территории Российской Федерации. Это почти вся Россия. Зато по всем остальным показателям, значит, это уровень, где-то до 10% в основном. То есть вся экономика сосредоточена на Западе России, вся территория и все природные ресурсы сосредоточены на Востоке России. Вот это то, что в свое время, в начале 2000-х, по-моему, годов, в Соединенных Штатах, я не помню автора, но появилась знаменитая тогда, всемирно знаменитая книга, «Сибирское проклятие», в котором вот обыгрывалась эта диспропорция. Вот все ресурсы на севере, но на самом деле они не совсем на севере, они на востоке. Все ресурсы на севере, на востоке, там жизнь тяжелая, климат плохой, а потребители и вся экономика, они на Западе, и поэтому вот Россия вынуждена тратить огромные средства на эти ресурсы, и не может дальше развиваться. Но выбора у нее нет, надо использовать ресурсы. Вот в этом было проклятие. И вот на следующем слайде вы можете видеть, что по некоторым продуктам, вот эти две территории, Сибирь и Дальний Восток, Дальний Восток здесь красный показан, они являются основными производителями. Особенно это касается угля, древесины и рыбных продуктов. Основная часть это вот на востоке России производится. Ну и я обычно называю так, когда говорится, такой общей характеристикой экономики Дальнего Востока, я обычно говорю, что это экономика 6%. То есть средняя доля вот по всем вот этим вот важнейшим макро-показателям, если не считать территорию, там ВРП, инвестиции, экспорт, импорт, все это укладывается вот в диапазоне от 4 до 6% по доле в Российской Федерации. Причем эта доля более или менее постоянная. Она была, когда сравнивали с экономикой всего Советского Союза до 90-го года, она была на уровне 4%. Сейчас она на уровне 6%. И вот 25 лет она не меняется. Что бы там ни происходило, она не меняется. Потому что не только Дальний Восток развивается, вся Россия же развивается. И дальше мы видим, что вот это вот развитие, вот здесь видно, оно идет параллельно, никаких больших различий-то нет. Вот здесь показана синяя линия, это темпы роста GDP в целом по России, а зеленая линия, это на Дальнем Востоке. И если до 9-го года, ну небольшое отставание все время было, у Дальнего Востока по темпам роста, то сейчас его нет. Наоборот, Дальний Восток немножко опережает. Но в целом это примерно то же самое. И вот дальше мы будем говорить о том, что есть много мифов относительно Дальнего Востока. И один из мифов заключается как раз в том, что на Дальнем Востоке у России катастрофа. Надо что-то делать. А почему катастрофа? Он не развивается. И я все время пытаюсь узнать, а что это значит? Ну вот, если развитие – это рост экономики. Ну, примерно такой же рост, как и в ценах по России. Но почему он должен быть другой? Инвестиции. Вот нельзя же, чтобы экономика росла, и нельзя развивать экономику без инвестиций в основной капитал. Если мы посмотрим на этот график, то мы увидим, что в постоянных ценах и абсолютный объем инвестиций по стоимости, и доля этих инвестиций, вот красная линия, ведь она расширяется постепенно. Это означает, что доля инвестиций за период с 2000 года, вот за эти последние 12-13 лет, она все время растет. То есть инвестиции все время вкладываются. И такие разговоры, которые в прессе очень часто, в интернете есть, вот надо помогать Дальнему Востоку, надо вкладывать в Дальний Восток, обычно, надо сказать, что имеется при этом в виду, люди имеют разные вещи в виду. Вот когда говорят, что государство мало заботится о Дальнем Востоке, или надо больше инвестиций, обычно имеют в виду, что не хватает, ну, не то, что не хватает, а мало. Государственных было инвестиций. Но это не означает, что вообще не было инвестиций, потому что в России весьма интересный такой рынок, но все-таки рынок. Все-таки рынок. И кроме государства есть очень много других экономических агентов, и в частности крупных агентств. И у них есть определенная мотивация. Мотивация государства, когда у него нет денег, поговорить. Поговорить, как это важно, как это нужно. А вот мотивация частных корпораций, это заработать деньги. А заработать деньги можно только лишь, вкладывая их в те отрасли, которые дают быструю отдачу. Какие это отрасли на Дальнем Востоке? Это, конечно, природный ресурс. Конечно, природный ресурс. Но зато, как мы только что видели, большая часть природных ресурсов именно на Дальнем Востоке сосредоточена. Поэтому, конечно, они туда вкладывают деньги. И, конечно, вот эта доля инвестиций, она, конечно, растет. Как это выглядит? Вот смотрите, за 4 года после кризиса, в 2009 году начался кризис, очень тяжелый кризис. И, в общем-то, он еще в России и так и не закончился. Но за это время вот в целом в России было вложено инвестиций в основной капитал 40 триллионов рублей. 40 триллионов рублей это грубо, ну, очень грубо, где-то полтора триллиона долларов. Это всего в России. А на Дальнем Востоке за это же время было вложено всех инвестиций 3,5 триллиона рублей. 3,5 триллиона рублей это, грубо, примерно 120-130 миллиардов долларов. 20-130 миллиардов долларов. Это больше, вот пропорционально, это больше, чем это было, скажем, 10 лет тому назад. Поэтому говорить о том, что нет инвестиций на Дальнем Востоке, это тоже миф. Это тоже миф. И вот как изменялись вот эти инвестиции, как они росли все время после 2000-го года. Вот красная линия это темп роста инвестиций на Дальнем Востоке, а синяя в целом по России. Мы видим, что начиная с 2000-го, с 2001-го года все время инвестиции на Дальнем Востоке росли быстрее, чем в целом по России. Быстрее. Были программы, не было программ, они росли быстрее. Потому что Россия столкнулась к началу 2000-х годов, она столкнулась с тем, что появились свободные деньги, относительно свободные деньги. Их надо было инвестировать. Но было очень очень опасно их инвестировать в длинные проекты. То есть долго ждать отдачи. Надо было искать, как их инвестировать с быстрой отдачей. Самая быстрая отдача это инвестировать их природные ресурсы, экспортировать эти природные ресурсы и быстро получать валютный доход. Именно поэтому инвестиции вошли на Дальний Восток. Вот здесь это и, собственно, показано. Еще одно из таких предупреждений, еще с 90-х годов, которое тянется, это заключается в том, что экономика Дальнего Востока без внешней торговли выжить не может. И только благодаря внешней торговле она может существовать. Есть основания для таких разговоров. Есть основания. Главное основание, теоретически это главное основание предложил, хотя он не занимался, конечно, Дальним Востоком, но это содержится в его теории, Пола Кругмана, когда он в начале 90-х годов, второй раз в 99-м году предложил свои модели новой экономической географии. Из них следовало, что экономика тяготеет к зелким рынкам. То есть, чем больше размер рынка, тем больше развивается экономика, потому что экономика фирма чувствительна к масштабу производства. Эффект масштаба в современной экономике гораздо важнее, чем многие другие эффекты. А вот на Дальнем Востоке этот эффект масштаба получить невозможно в обрабатывающей промышленности, потому что рынок на самом Дальнем Востоке маленький, а экспортировать продукцию переработки в Китай, в Японию, в Корею, ну это уж сильная экзотика, это просто невозможно сейчас сделать. Зато очень емкий рынок для природных ресурсов. Поэтому, добывая природные ресурсы, можно использовать внешний рынок. Но, вот обратите внимание, как быстро растет внешний торговый оборот. Именно потому, что все новые и новые природные ресурсы экспортируются, откладываются инвестиции, поддерживается демпроизводство. Но при этом, вот синяя линия, это GDP, это, собственно, экономика, она растет, особо не реагируя на то, как изменяются объемы внешних торговых. То есть, внешняя торговая сама по себе, а экономика, общий рынок, он сам по себе, собственно говоря. И это отражает то, что, действительно, внешнюю торговлю формируют только крупные и крупнейшие компании. Крупные и крупнейшие компании, получая внешний торговый доход, они имеют дело в основном с федеральным бюджетом. Они никак не связаны, ну мало очень связаны с экономикой самого Дальнего Востока. Потому что ресурсы, расположенные на севере в основном, они не потребляют при добыче ресурсов, они очень мало потребляют каких-то продуктов, которые производят на самом Дальнем Востоке. В основном это импорт, импорт техники, импорт технологии и экспорт туда же. И это параллельные процессы. Вот внешняя торговля сама по себе, а экономика сама по себе. И когда сейчас часто говорят, что нужно развивать Дальний Восток, а для этого нужно обязательно строить нефтепроводы, линии электропередач, увеличивать экспорт в Северо-Восточную Азию, в другие части. И чем больше будет этого экспорта, тем лучше будет для экономики. Надо посмотреть вот на эти две кривии. Нет, это хорошо, что будет экспорт. Это хорошо, что будет экспорт. Потому что какие-то косвенные эффекты, они все-таки приходят на Дальний Восток. Но очень небольшие. Основные результаты получает вовсе не Дальний Восток. Поэтому никто не говорит, и я не говорю, что нет, не надо экспортировать, надо что-то другое делать. Нет, надо. Но надо просто правильно оценивать результаты. Не надо кричать при этом, что если мы все это будем экспортировать, то Дальний Восток будет вообще процветать очень сильно. Вот северо-восточные районы Китая, для них это правда. Чем больше экспорта с тех районов, тем лучше для тех районов. Для Аляски это правда. Чем больше она вывозит углеводородов, тем лучше самой Аляски. Но в этом хитрость есть. Так построены взаимоотношения между муниципалитетами и региональными бюджетами и федеральными центрами. В России они построены просто совершенно иначе. И вот, пожалуйста, что собой экспорт представляет? Вот 2012 год. Сюда не включены алмазы, потому что там есть большой экспорт алмазов из Якутии. Но он такой, знаете, очень коммерчески закрытый, вот он не может учесть. Но даже без алмазов. 70% всего экспорта это топливо, минеральное сырье и немножко металлы черные. Топливо это нефть изжиженный газ. Этот экспорт нефти изжиженного газа начался в 2007 году за счет сахаринских проектов. До этого ситуация была совершенно другой. 70%. Все остальное это всякие разные мелочи. А что импортирует Дальний Восток? 50% всего импорта это, естественно, машины, оборудование, транспортные средства, в том числе легковые автомобили из Японии. Тоже немного, сейчас не очень много, но все-таки есть. И товары народного потребления, то есть потребительский рынок. Это 75% всего экспорта. И вот эти цифры свидетельствуют о том, что на самом деле существует очень важная зависимость импорта от ситуации в Дальнем Востоке. Потому что если бы не было возможности импортировать вот эти 50 и 25%, то, во-первых, разрушился бы потребительский рынок, который почти на 60%, вот все, что потребляется на Дальнем Востоке, одежда, продовольствие, обувь, там, home appliance и все такое прочее, это почти 60% импорта. Остальное это ввоз из европейских районов России, а часто это ри-импорт, то есть импорт из Европы через Москву. А если бы не было вот этих 50% импорта машин и оборудования, то остановилась бы просто добывающая промышленность. Потому что там каждые два года обновляют оборудование. Получает ли что-то Дальний Восток от сотрудничества, от сотрудничества транснациональных компаний с международным рынком в виде иностранных инвестиций? Да, получает, конечно. Вот вы видите, как растут от года к году иностранные инвестиции. Но самый быстрый рост инвестиций начался с 2002 года. Это благодаря началу интенсивной фазы Сахалинского нефтегазового проекта. И до сих пор 69 и до 75% всех иностранных инвестиций, которые получает Россия, получает Дальний Восток, ну, Россия на Дальнем Востоке, в 2012 году было 13,5 миллиарда долларов инвестировано. 70 с лишним процентов этой суммы это вложение в Сахалин. Там продолжается строительство промышленных объектов, там все время ведутся геолого-разведочные работы, там очень крупные вложения делаются. А остальные территории получают очень небольшие вещи. Ну и вот, значит, коротко я перечислю все-таки все те нифы, которые, я считаю, как вредят сильно пониманию правильной обстановки на Дальнем Востоке. Я просто посмотрел все русскоязычные источники, которые за последние 10 лет пишут много про Дальний Восток, про ситуацию там. И у меня сложилось впечатление, что есть вот пять таких основных заблуждений, пять мифов. Во-первых, это обезлюдивание региона. Ну, то есть, люди уезжают, русские, украинцы, а приезжают китайцы, украинцы. Вот это катастрофа, все тут, все ровно. Это миф, на самом деле. Он основан на очень простой статистике. Очень простой статистике. В 91-м году на Дальнем Востоке, вот в этой желтом пятне, проживало 8 миллионов 100 тысяч человек. На сегодняшний день, в этом желтом пятне, проживает 6 миллионов 300 тысяч человек. То есть, потери населения, российского населения, 1 миллион 800 тысяч человек. Катастрофа. Потому что, если миллион 800 тысяч человек разделить на численность населения, на 8 миллионов 100, то получится там больше 20 процентов сумасшедшей потери. Ну да, не будем даже говорить о том, почему они уехали. Понятно, почему они уехали. Потому что большая часть этих людей, это были военные и семьи военных. У них кончились контракты, закрылись военные базы после 91-го года. А жизнь у них вся строилась на Западе. В южных районах, на Украине, в Ленинграде, в Прибалтике. Они уехали там, где у них было жилье. Дальше была специальная программа уменьшения населения на севере. Это была правительственная программа. Потому что для правительства очень дорого содержать население на севере. Чукотка, Магадан, Камчатка. Это очень дорого. И людям прямо платили деньги, чтобы они уезжали. Считалось, что они уедут в Хабаровск, Владивосток. Но они не стали ехать в Хабаровск, Владивосток. Многие уехали. Поэтому уехали люди. Но, если взять другую, еще дополнительную статистику. А сколько же людей вообще из других федеральных округов уехало? Потому что за эти 20 лет население России тоже сократилось очень сильно. оказывается, что кроме Южного федерального округа, это вот Северный Кавказ, Южная, Поволжье и Чечкарь и прочие дружины. Все остальные территории тоже потеряли население. Причем от миллиона до двух миллионов человек. Каждый федеральный округ. Но когда проценты считают, там проценты ниже. Потому что общее население больше. И вот такой статистический фокус дает возможность, скажем, журналистам или правительственным аналитикам говорить о катастрофе. Ну как это, 20 с лишним процентов потери населения. И да. Дальше китайцы. Вот было время, сейчас как-то уже стесняются об этом писать. Но было время, когда в любой газете можно было прочитать, что на Дальнем Востоке живет от полутора до трех миллионов китайцев. То есть половина населения. Но это просто неправда. Это эмоции. Эмоции журналистов, которые приезжали в город Хабаровск или в город Владивосток, приходили на рынок этого города и видели там очень много китайских торговцев. На рынке. И делали заключение, что вот на самом деле, ну это очень трудно посчитать, потому что часто считают как. Вот сколько китайцев приехало на Дальний Восток через таможню. Пункты таможня. Да, они приезжают очень много, но они тут же уезжают в западном направлении, потому что это для них транзитный пункт. Так вот, мы оцениваем общее число китайцев, которые более или менее постоянно на Дальнем Востоке. Причем на Дальнем Востоке-то ведь не вообще вот в этом желто-пятне на самом деле. Это где? Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, ну немножко Биробиджан. И, собственно, все. Они на север не едут. Им там холодно. Им нужны большие города и земли пахотные. Так вот, в этом поясе, на этой территории, по нашей оценке, это где-то около двухсот тысяч человек. Приезжают и уезжают. Ну так, около двухсот тысяч человек держится. Я уже говорил, что в начале 20 века, еще при царе, в этой примерно зоне проживало пятьсот тысяч китайцев. А перед Второй мировой войной, например, в Хабаровске и во Владивостоке были просто чайно-тауны. Официально чайно-тауны, целые районы, центры городов, которые жили китайцы. И очень хорошо себя чувствовали, и ничему не мешали. Потом их в 50-е годы выселили. Да, чтобы закончить мифами. Вот. Следующий миф про доходы. На Дальнем Востоке люди нищают, доходы падают, поэтому люди оттуда уезжают. Не поэтому люди оттуда уезжают. Они продолжают уезжать потихоньку, сейчас очень мало уезжают. Не поэтому они оттуда уезжают, потому что доходы, денежные доходы населения на Дальнем Востоке, в Советском Союзе они были выше, чем в других частях страны, примерно на 30%. И это был стимул для того, чтобы люди приезжали. Сейчас они примерно в том же уровне. Примерно в том же уровне. Зарплата чуть выше, примерно на 10%. Но люди уезжают не поэтому. Люди уезжают потому, что уезжает молодежь в основном. А молодежь уезжает за перспективой и за престижными рабочими местами. Престижные рабочие места – это не места на приисках, это не места на угольных шахтах. Молодежь ищет других мест. А когда уезжают молодые, за ними начинают ехать и старшие возраста, естественно. Это естественный процесс, он не только для Дальнего Востока действительно. Никакой катастрофы здесь нет. Ну и, можно долго говорить, но вот последний, пятый миг. Дальний Восток – это сырьевая провинция России. И это это. И поэтому он будет всегда прозевать. Но это уже, по-моему, полная ерунда на самом деле. То же самое, я уже упоминал об этом в прошлые разы. То же самое можно сказать про Австралию. Австралия – сырьевая провинция земного шара. Она причина на прозевание. Ну, надо спросить у австралийцев, они прозевают или вообще нормально себя чувствуют или нет. Канада – это тоже сырьевая провинция Северной Америки. Ну, что из этого? Проблема не в том, какова структура производства. В очень большой стране, где природные ресурсы размещены неравномерно, где-то они есть, где-то они есть, где-то их нет, конечно, разные части этой страны всегда будут заниматься разными вещами. Это разделение труда, это экономический закон. И еще об этом страшного нет. Страшно другое. Доходы, общие доходы, которые получаются в этой стране, они должны распределяться достаточно равномерно, для того, чтобы стандарты жизни были сопоставимы. А вот если в зависимости от структуры производства, стандарт жизни населения, стандарт инфраструктуры, они отличаются очень сильно, вот тогда в этом катастрофа. Но эта катастрофа не на Дальнем Востоке, это катастрофа в ума в Москве. Потому что так построены экономические трансферы, так построена система бюджета. Ну и вот из-за того, что катастрофа, из-за того, что, значит, проблема, появилась знаменитая программа Путина. Что же придумали аналитики? Как-то не получается с Дальним Востоком. Вот программы были, много-много-много программ, ничего не получалось. 36% территории никак справиться не может. Давайте-ка мы увеличим эту территорию. Вот на 36% не получается. Давайте мы ее увеличим, может тогда получится. И предложили новую программу. Теперь уже, вот, к этому Дальнему Востоку, который я показывал, прибавили еще Иркутскую область, еще Чукотку, еще Читу и еще Забайкалью. Если вот уйти к той первой карте, значит, это что будет? Вот сюда, вот к этой территории. Прибавили еще вот эту территорию. Это Читинский край. Вот эту территорию. Это Забайкальский, Бурятская республика. И вот эту вот территорию. Это Иркутская область. То есть теперь стала вот эта вот одна большая территория. И это примерно 45% территории всей российской области. И вот предложили программу для этой большой территории. А почему? Ну, основывались вот на этих мифах, надо спасать территорию. На самом деле, на самом деле, проблема заключается в том, что Иркутской области, вот здесь, вот в этом месте. И в Якутии сосредоточены огромные новые ресурсы нефти и, самое главное, природного газа. Огромные. Это Кавыгтинское месторождение природного газа. Это Чайиндинское месторождение. Не обязательно не запоминать это. Я просто... Новые месторождения. Именно эти месторождения, с них нефть и природный газ должны поступать вот в этот нефтепровод, который построен сюда, на берега Тихого океана. Сейчас туда поступает нефть. В этот нефтепровод должно закачиваться полностью 80 миллионов тонн нефти. То есть, 80 миллионов тонн нефти должны в окончательном виде, по полному проекту, поставлять на Тихоокеанский бассейн. Сейчас основная нефть поступает аж... Вот это, тут даже не видно, вот западнее, из Тюменской области, с северных месторождений, западной Сибири. Но там уже нефти начинает не хватать. Поэтому вот эти новые месторождения, нефтяные и газовые, они должны быть подключены сюда. Кроме того, вот здесь вот, видите, вот стрелочка. Вот здесь вот стрелочка. Это стрелочки, которые предполагают, что в скором времени будут крупные поставки природного газа от трубопровода на китайский рынок. И этот газ, как раз, это газ из Якутии и Иркутской области. Именно потому, что вот эти ресурсы, как бы, они к этому трубопроводу подтягиваются, решили объединить эти территории. Ну, и вот что интересно еще в этой карте, вот, посмотрите, это вот та экономика всей Эдризоны, которая сейчас сложилась. Вот красненькие, вот красная штриховка, это те районы, в которых реально существует такая концентрация экономики. Ну, то есть там есть его, там люди занимаются экономикой, там есть предприятия, там есть комплексы. Вот видите, как их мало. Это север Сахалина, ну, потому что это обшорное месторождение нефти и газа, и все равно. Это юг Сахалина, это Комсомольск, Хабаровск, Владивосток, и небольшие вокруг крупных городов. Вся остальная территория пустая совершенно, абсолютно пустая. Расстояние между этими очагами очень большое, поэтому существует большая проблема инфраструктуры, как связать все это дело вместе с собой. Кроме этого, вот разные цвета на этой карте, они показывают разные возможности что-то делать в этом регионе. Вот этот сиреневый полюс, это самый крайний север, это Арктика и крайний север, где, в принципе, ничего, кроме отдельных, очень эффективных, очень богатых месторождений, природных ресурсов, ничего делать нельзя ни по соображениям природы и климата, ни по соображениям экономики, бессмысленно. То есть там надо постелить. Все. Вот эта вот зона, светло-зеленая, она предназначена только для того, чтобы там вот отдельные очаги возникали вокруг природных ресурсов, и тоже там нельзя интенсивной экономикой заниматься, это невозможно. интенсивная экономика может развиваться только вот здесь вот, вот где, желтая зона. Это очень узкая территория, очень узкая территория. И, казалось бы, вся программа, ну, государственная программа, она должна быть вот здесь вот и сосредоточена, потому что на остальной территории, это, как мы говорили, вот есть корпорации, у них есть свои интересы, они знают, где ресурсы, государство должно контролировать, только можно этот ресурс поручать разработку, или пока подождать, подлежать произведение. И они сами все это сделают. И при этом еще надо сказать, что когда вы будете добывать эти ресурсы, вы должны столько-то платить кем-то, 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 и какие-то обязательные условия по территории, по инфраструктуре, по жизненному лицу, соблюдать. И все, там больше не надо никакой программы. А вся программа должна быть вот здесь. И вот, я не буду это все показывать, это вот то, что нарисовано, что надо делать во всяком случае в программе. Вот на всю вот эту территорию, которую я показывал, значит, вся эта огромная программа, которую нарисовали, для того, чтобы ее, это на 5 лет там все построить, провести дороги, причем там экзотические такие вещи, допустим, мост с материка на Сахалин, через Татарский пролив. Зачем этот мост, что по нему возить, и почему его на... Это не важно, но это большая стройка. Общая идеология такая, если много денег положить, то будет хорошо. Мы уже говорили, что от этого само по себе хорошо не будет. Но вся эта программа, все эти мосты стоят 3, почти 4 триллиона рублей. Это примерно 130 миллиардов долларов. На 5 лет до 18-го года, с 14-го. Ну, это хорошо, никто от денег не отказывается. Плохо другое, что этих денег у государства нет. Их просто нет. И Министерство финансов сказало, что ну все, что мы можем найти на эти 5 лет, это примерно 300 миллиардов рублей. Примерно 300 миллиардов рублей. 300 миллиардов рублей, это значит... Да, 10 миллиардов долларов. Вместо 130, 10. При этом, вот на этой диаграмме в Эльвенте, да, половина, половина, ровно, этих 130 миллиардов хотела бы получить железная дорога, пароходство, ну, для морских портов, то есть транспорт. А всего для развития инфраструктуры из них нужно почти 90% затратить. Но этих денег нет, все равно. Этих денег нет. Поэтому это такая программа, знаете, хотелось бы. И вот мы предлагали в свое время, чтобы, ну, идея вот этой вот программы, давайте я показывал, вот здесь экономика должна быть. Вот мы показывали, где должна быть эта программа, вот по этой дуге. Она должна отлавливать ресурс, которые идут на экспорт в Китай, перерабатывать их и получать для самого региона, увеличивать его рынок. ну, это мы предложили в 2005 году, если не ошибаюсь. За эти 8 лет ее реализовали, но не в России, а в Китае. В Китае вот здесь, не вот здесь, а вот здесь возник вот такой вот пояс промышленный. в результате реализации программы, там у них действует правительственная программа, она называется модернизация старой промышленной базы. Это промышленная база вот этих вот районов Китая, которая была создана еще в Советском Союзе. Она устояла, конечно, ее модернизировали. И вот модернизировали предприятие, они создали такой пояс, и они там производят переработку тех ресурсов, которые поступают сюда, и потом результаты расходятся по всему миру. Поэтому сейчас мы занимаемся тем, чтобы уже модернизировать и это. Ну и самое последнее, а то задерживаются уже, о, я прошу, прошу, не проскочили. Я только один слайд. Устал, устал уже. Я покажу только один слайд. Значит, риторика, политическая риторика, и не только в России, кстати, эта риторика очень сильна на международной арене, начиная с 91-го года. Это так называемая перспектива экономической интеграции в Северо-Восточную Азию. Северо-Восточная Азия – это так формально шесть стран. Это Юфония, Китай, Южная Корея, Северная Корея, Россия и Монголия. Вот экономическая интеграция. Идеологом этой экономической интеграции в свое время был еще профессор Скалопина из Беркли. Он выгнал такую концепцию естественных экономических территорий. Потом профессор Канамори в Японии со своей концепцией Японаморского кольца, это кольцо экономическое вокруг Японского моря. Ну, и это очень стало популярно. И вот сейчас в России тоже все время говорят, нам нужно интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион и прежде всего в Северо-Восточную Азию. Я хочу просто прокомментировать, что такое интеграция в Северо-Восточную Азию. Действительно, ведутся интенсивные переговоры последние где-то 7-8 лет. Переговоры между Китаем, Японией и Южной Кореей. Переговоры по двум позициям. Первое это создание свободной зоны свободной торговли. Во-первых, между тремя странами, а во-вторых, зоны свободной торговли между этими странами и странами Асиан. Это южная часть Восточной Азии. И эти переговоры уже зашли довольно далеко. Двусторонние соглашения уже подписаны. И скоро она так это более-менее заработает. И второй сюжет в этих переговорах это создание так называемой единой азиатской валюты. У нее, в общем-то, нет даже еще пока рабочего названия, но они интенсивно говорят. И особенно интенсивно они заговорили после кризиса 1997 года, когда обнаружилось, что традиционные резервные валюты, доллар в основном, не справляется со своими веществами. доля торговли внутри Северо-Восточной Азии, доля торговли внутри Северо-Восточной Азии от всей торговли. Вот синенькое это, что было в 2000 году, красненькое это то, что было в 2012 году. Значит, не более 20%, она все время держится на уровне 20%. То есть для кого? Для Китая, для Японии и для Кореи. Вот если взять их суммарную торговлю, то их суммарная торговля между собой это всего лишь 20% их суммарной торговли со всем общей. со всем миром. Хотя они заключают договора о зоне свободной торговли, то есть занимаются торговлей и так далее, но это 20% их торговой активности. И все. И она не увеличивается. Понятно почему. Потому что эти страны они все более и более глобализируются. Для них основные поставщики это и Европа, и Средиземенные Штаты. Вот на прошлой лекции я показывал эти три. основные долга экономической которые между собой землями. Совсем другая ситуация для России. Для Дальнего Востока России. Вот здесь видите доля торговли Дальнего Востока России именно вот с этими тремя странами Северо-Восточной Азии странами. 2000 году была где-то на уровне 52%. А в 2012 году она уже зашкаливает за 75%. То есть для Дальнего Востока вот торговля внутри Северо-Восточной Азии имеет все более важное значение. Это значит что Дальний Восток все более привязывается к этим трем странам. он не может выйти за их пределы. Поэтому принципиально было бы важно для Дальнего Востока действительно стать частью вот этой интеграции. Но для самой Северо-Восточной Азии когда она говорит об интеграции вот эти три страны они имеют ввиду совсем другие уже форматы уже продвинутые форматы. Для них интеграция это прежде всего зона свободной торговли это первый этап по теории за которым должны последовать интеграция на рынке капитала интеграция на рынке технологий интеграция на рынке рабочей силы и так далее. А для России Россия по-прежнему находится на этапе пред интеграции чисто торговли. Вот эта разница в понимании интеграционных процессов и разница в готовности включиться в интеграционные процессы она очень важна она может помешать реальной интеграции но мы уже заняли очень много времени я прошу прощения у меня вопрос мне очевидно что российская экономика зависит от природных ресурсов но мне хочется знать если в России существуют ли усилия и воля чтобы растут растут сектор услуг которые не касаются природы природными ресурсами на самом деле вот этот сектор услуг есть две части сектор товаров и сектор услуг до 91 года почти 80 процентов всего GDP Советского Союза это был сектор товаров 20 процентов сектор услуг сейчас сектор товаров это примерно 46 процентов а сектор услуг это остальные 54 процента при этом в секторе услуг основную часть занимают услуги финансов финансов организации банки финансов организации и услуги такого инфраструктурного характера передачи энергии транспорта то есть сфера услуг и торговли естественно сфера услуг на самом деле независимо от воли независимо от желания она очень сильно увеличилась и произошло это потому что в начале 90-х годов сектор производства товаров очень сильно уменьшился в прошлый раз показывало что там было очень сильное поле вот воля и усилия в России сейчас сосредоточены не на увеличении сектора услуг самих поселений а увеличении той части сектора товаров которая касается производства не добычи природных ресурсов а производства обработанных всяких изделий обрабатывающих промышленности и особенно такой новой промышленности типа хай-тек делается все это не очень успешно но попытки делаются вот известная программа президент медведев когда он был президентом недавно он почти заставил почти заставил министерство финансов выделить специальные деньги очень большие деньги из бюджета на организацию такой программы программа Сколкова называется сейчас весь мир обсуждает программу Сколкова и меньше всего энтузиазма она встретила в России по многим причинам но вот почему-то за границей особенно среди интеллектуалов выходцев из России бывших мигрантов она пользуется большой популярностью потому что одна из частей этой программы это приглашение российских граждан которые работают в иностранных университетах на высоких позициях приглашение туда Сколкова для работы хорошие условия и создается вторая программа которая тоже очень сильно финансируется из бюджета в этом же направлении это называемая программа Роснано это создание государственной корпорации создана специальная государственная корпорация со стопроцентным участием государства по развитию нанотехнологий ее так назвали Роснано президентом этой корпорации назначили господина Чубайса который до этого был президентом государственной корпорации электроэнергетики и это тоже для того чтобы развивать технологии связанные с с нано структурами с нано продукцией это второе третье это попытки ну они кое-какой результат дают это попытки привлечь на территорию России иностранные инвестиции в область производства готовой продукции особенно автомобили станки средства связи энергетическое оборудование химическая промышленность и создаются для этого специальные такие инвестиционные площадки вот наиболее такая известная площадка за границей тоже это Калужская область это где-то 200 километров к югу от Москвы примерно там созданы такие специальные условия инфраструктура готы чтобы приходили инвесторы и туда пришло много предприятий по сборке автомобилей и производству компонентов автомобилей из Германии Японии и Китая вторая такая площадка это около Санкт-Петербурга это тоже автомобильная промышленность и сейчас делаются попытки создать третью площадку такую же это район Владивостока там немножко автомобильной промышленности но в основном это приборостроение и химическая промышленность химическая промышленность в том числе сжижение газа переработка нефти вот такое ну и в целом вот Путин последние несколько выступлений посвятил тому что он так сказал мы будем требовать от губернаторов разных территорий чтобы они отчитывали вот главный такой критерий оценки их работы будет сколько иностранных инвестиций вот в сферу там обрабатывающей промышленности переработки сколько они привлекли на свою территорию то есть хотят всю Россию покрыть такими инвестиционными площадками если говорить о результатах ну я сказал результаты есть там все-таки приходят инвесторы но в целом вот те инвестиции которые приходят в Россию сейчас в среднем за последние годы Россия получает примерно ну так от 40 до 60 миллиардов долларов иностранных инвестиций но 80% этих инвестиций это инвестиции они называются в статистике прочие инвестиции то есть это кредиты суды финансовые инвестиции это нереальные это не прямые инвестиции вот проблема заключается в том чтобы увеличить долю этих прямых инвестиций то есть чтобы больше инвестиций приходило в производство но для этого желания одного недостаточно надо менять надо менять законы надо менять общий климат самое главное чтобы он был все время говорят в том числе иностранные инвесторы говорят ну пусть у вас будут высокие налоги пусть даже пусть у вас будут высокие взятки даже пусть но надо чтобы это хотя бы 10 лет было одинаково все время ну чтобы не меня ну пусть мы привыкнем мы найдем как в этой системе работать но вы не меняете правила все время беда в том что все время меняются правила вот это даже больше мешает чем отсутствие каких-то инвестиций вот это будет рацион спасибо какие экономические проблемы или задачи появятся в вашем между Россией и Китаем в будущем в будущем ну это трудно сказать какие экономические проблемы в вождении в будущем будут возникать скорее всего практически все проблемы которые могут возникнуть они уже возникли сейчас они будут продолжаться главная главная проблема сейчас у вас возникла та что для России не только для музыки а вообще для России вот Тихоокеанский регион куда Россия хочет выйти сейчас для России он начинается и заканчивается Китаем это Китай на самом деле по большому счету это Китай и в России все время говорят когда говорят о Восточном по Восточному направлению связи в экономике все время говорят о Китайском рынке это самый большой рынок и Россия рассчитывает на то что и в перспективе Китайский рынок будет основным для поставок российской продукции и для России сейчас две ну много проблем две главные проблемы на Китайском рынке существуют во первых это проблема поставок и цен на энергетическое средо нефть и особенно природный газ по газу Россия и Китай ведут переговоры по ценам десять лет десять лет идут переговоры при этом Россия говорит давайте подпишем долговременный контракт ну потому что газовые контракты они обычно долговременные давайте подпишем длинный контракт на много-много лет и там установим цену причем цену установим так как это принято в России цена на газ формула основана на цене нефти вот мировая цена на нефть от нее пересчитывается цена контрактов на газ каждый Китай говорит нет мы так не хотим во-первых мы не хотим очень надолго потому что ну разные поставщики а они имеют ввиду то что китайцы ведь сейчас огромные деньги вот после кризиса девятого года они начали огромные деньги вкладывать по всему миру в Африку прежде всего в Латинскую Америку в Южную Азию в Австралию скупая везде месторождения или акционы права на разработку месторождений природных ресурсов любых нефть газ уран металл уголь все медь все биржевые товары практически плюс к этому Китай сейчас имеет монополию и будет иметь монополию в ближайшие много лет на редкоземельные элементы без которых современная промышленность просто не может развиваться основная часть редкоземельных элементов всех этих редких металлов это Китай и если они еще соберут у себя под своим контролем все остальное то будет очень плохо и поэтому Китай он понимает эту ситуацию он не хочет связывать себя надолго длинными контрактами у нас будут свои возможности и второе он говорит так мы не хотим привязывать цену на газ нам нужен газ но мы не хотим привязать цену на газ цене нефти потому что есть другая формула скажем Япония Соединенные Штаты они иначе рассчитывают цену на газ не по цене мировой не по мировой цене нефти а по так называемой корзине энергоносителей где есть нефть есть уголь есть биологическое топливо а сейчас еще и шельфовый этот сланцевый газ и вот вся эта корзина берется и пропорционально вот этим видам топлива в балансе вычисляется средняя цена и она получается ниже чем цена рассчитанная по нефти и вот там все время идут вот эти споры Россия рассчитывает в основном на то что Китай станет самым большим и самым выгодным покупателем нефти и газа прежде всего нефти и газа и это будет долго продолжаться поэтому Россия очень заинтересована в высоких темпах роста Китая китайской экономики чем выше будет темпы роста тем больше она будет потреблять энергоресурсов выше будут доходы расти и вот здесь вот это огромная проблема во-первых темпы роста замедляются Китай и будут замедляться дальше потому что все равно Китай заставят и он фактически уже производит постепенно революацию юаня юань все равно будет дорожать во-вторых внутренние проблемы в Китае экономические но они это экономический закон чем больше экономика тем меньше темпа роста это чисто статистический феномен в том числе и сыграет поэтому ближайшие где-то 10 лет темпы роста Китая очевидно снизится процентов в среднем до 5 может быть даже до 4 как это характерно для современных экономиков это ударит по перспективам конечно по ожиданиям России и вторая такая мощная проблема которая наверное ожидает Россию в связи с Китаем Китай станет ну это на языке экономической теории называется ситуация моноксонии то есть Китай будет единственным Россия пытается стать в Восточной Азии единственным поставщиком то есть монополистом но пока все идет к тому что Китай для России станет единственным покупателем то есть моноксонистом а моноксония это гораздо более опасная ситуация для поставщика чем естественно монополия когда у тебя есть монополия ты получаешь ренту а когда ты сталкиваешься с монопсонией когда у тебя ну вот тебе диктуют условия вот у тебя один покупатель если ты не хочешь ему продать ну и сиди со своей продукцией куда ты ее делишь а если хочешь продать тогда соглашайся на условия этого покупателя своего и вот Китай может начать так диктовать условия России экономического а зная вот как ведет экономический диалог Китай и как он выдерживает свою стратегию я почти не сомневаюсь что так и будет почти не сомневаюсь он не упустит при всей дружбе при всех красивых словах все это будет но вот эта ситуация будет для России очень сложной и наконец третье Россия столкнется с тем что ну европейский рынок и североамериканский рынок для России практически закрыты я имею ввиду закрыты для перерабатывающей отрасли ее туда просто не пустят Россия надеется на восточные рынки но скорее всего Россия надеется что Китай будет таким знаете каналом посредником в выходе России вот на эти рынки с неэнергетической продукцией всей другой потому что ну Китай действительно имеет обширные торговые связи обширную инфраструктуру торговую обслуживающую но какую цену за это потребует Китай и выгодно ли это Китаю это большой вопрос здесь тоже Китай может выступить уже таким логистическим монополистом то есть монополистом в области ну вот торгового посредничества и он может просто закрыть Россию на самом деле этот выход предложив что ну давайте вы нам все а мы уже там будем как Китай сейчас это делает скажем с лесными товарами Китай не хочет сворачивать свою мебельную промышленность свою лесопереработку лесокимию не хочет он говорит вы нам поставляете круглый лес брюк а мы уже сами все это сделаем потом и вам продадим и в Америку продадим и в Европу продадим и так они делают и когда Россия попробовала попробовала только увеличить в 2007 году увеличить установить пошлины высокие на вывоз круглого леса запретительные пошлины по 75% Китай сказал хорошо мы будем покупать в Канаде и купили в Канаде и не полностью сказали хорошо мы будем покупать в Канаде и в Южной Америке и купили там и упало производство древесины на Дальнем Востоке пришлось назад вот это вот такие глобальные проблемы ну а таких текущих мелких проблем там очень много пытается нет не 200 дел у меня вопрос Павел Александрович вы не сейчас извините может быть чуть-чуть несколько слов скажете у нас основные студенты занимаются политикой но есть студенты которые занимаются экономикой есть студенты которые хотят развивать общество и работать в коммерческом и какие самые перспективные по-вашему сферы в России вот если бы сферами поехали в Россию работать была бы базовая экономическая базовая на уровне институтуры но базовая только потому что они не работали в России раньше по профессии экономическая подготовка язык какие сферы вы представляете наиболее перспективными для работы в России я думаю это может быть прежде всего финансовый менеджмент финансовый менеджмент потому что финансовая аналитика находится на не очень хорошем уровне очень много компаний финансовых дальше это безусловно такое аналитическое сопровождение транснациональных корпораций в области природных и собственно нефтяные корпорации металлургические корпорации угольные корпорации транспортные корпорации у них большие на самом деле трудности именно с аналитиками такого стандартного западного уровня они они хватают вот в России не очень много таких центров учебных которые готовят высокого уровня системных аналитиков например это РЭШ российская экономическая школа высшая школа экономики или физтех физико-технический институт там есть такая секция но их выпускники разбираются еще на фронтурсе во все эти корпорации и у них там неплохие условия причем и не только в корпорации сами а не в правительственные всякие агентства структуры аналитические вот это вот ну да крупные крупные торговые сети вот логистика в том числе международная института в России довольно сейчас это такое быстро развивающееся направление сетевой ритейл сетевой порт включая интернет торговлю безусловно энергетика вот не добывающая компания в энергетике а эксплуатирующая компания в энергетике большой сектор и развивающийся в последнее время сектор там очень не хватает специалистов высокого уровня конечно это сопровождение проектирования и комплектного строительства крупных предприятий причем в России есть ну это международная на самом деле практика есть такая важная особенность вот крупные комплектные проекты какие-то большие предприятия большие проекты которые строятся на территории России они очень часто и чем дальше тем чаще строятся транснациональными какими-то компаниями которые по всему миру собирают специалистов и что-то делают на территории России потом перебрасывают я знаю людей которые в течение многих-многих лет только лисят по всей России с объекта на объект сопровождая их и это довольно интересно люди из Сахалина едут в Омск из Омска под Москву или из под Москвы в Хабаровск из Хабаровска еще куда-то идти вот 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 эти вот вещи вы знаете после прошлогоднего оттеста в Владивостоке от которого в России я не знаю почему но вообще-то очень много ожидали много денег вложили и когда собственно не до чего не договорились и особенно не до чего не договаривались я не думаю что будут какие-то серьезные новые результаты последние годы последние 10 лет все саммиты оттест они довольно уныло проходят повторяется всегда одно и то же нужно чтобы была свободная торговля свободная торговля это хорошо и никто с этим не спорит это хорошо но каждый делает то что считает нужно вот дальше нужно чтобы развивалась green economy зеленая экономика это хорошо и опять с этим никто не спорит но каждая каждая страна делает то что она может делать потому что это дорого очень зеленая экономика в Японии в Корее и в Китае это одно в Соединенных Штатах и в Австралии ну и в бедных странах это совсем другое вот ну и обсуждаются какие-то вещи связанные с энергетикой вот энергетическая безопасность саммит от саммит да это тоже очень важно это тоже очень нужно но здесь все очень так знаете никаких революций там не происходит в области экономической безопасности потому что никаких принципиально новых источников энергии не появляется никаких принципиально новых поставщиков тоже не появляется никаких пока что технологических прорывов пока нет все идет традиционно поэтому саммит ИАТЭС они как бы это политическое шоу которое должно показать что по-прежнему вот эти страны которые вокруг Тихого океана в Азии находятся они по-прежнему ну готовы друг с другом жить в мире и согласии и это само по себе очень хорошо и пусть они так и продолжают жить а когда там идут помимо этого саммита идут процессы вот я говорил в Восточной Азии там идет очень быстрый процесс они ищут формы интеграции они не могут очень хорошо найти но они их ищут они все время к этому продолжаются приближаются вот они сейчас задумали проект и без всякого саммита ИАТЭС они его будут реализовывать на саммите ИАТЭС это не очень обсуждается это на рабочих группах обсуждается создание транспортно-логистического кольца в Северо-Восточной Азии вот закольцованное и уже проект это делается Япония Южная Корея Китай кольцо транспортное будет единая система паромов железных дорог автомобильных хайвеев которые свяжут портовые города между собой единая единая энергетическая сеть опять же этих стран АТЭС это же большая система но в этой большой системе возможны только такие общие декларации а реальные проекты они требуют таких локальных территориальных кластеров Северо-Восточная Азия и то не вся Северо-Восточная Азия а вот эти три развитые страны они все это развивают шесть стран Асиан это южный южная ветвь Восточная Азия они у себя развивают ряд вещей потом они соединяются к этому начинает подтягиваться Австралия ждать что в этом же примет участие скажем Латинская Америка США Канада конечно не приходится потому что это совсем другой сегмент географический но у них свои локальные проблемы и в целом Атесса представляет из себя сейчас на самом деле вот много стран аутсайдеров которые просто участвуют разговаривают как это хорошо вот Путин выступил там на поле сказал как хорошо свободная торговля ну хорошо все послушали похлопали и все довольны но Россия в этом процессе вот создание зоны свободной торговли она не принимает участие и не подпускает туда а вот вторая часть стран это группы группировки стран которые осуществляют между собой реальные проекты они их осуществляют и тем самым прогресс вот этой всей этой группировки он как-то становится очевидным но это уже за пределами Атесса говорится на Атесс это просто объеме вот мы сделали молодцы спасибо большое Павел Александрович приезжайте вам спасибо по-настоящему по-настоящему по-настоящему